Сегодня у нас большой день в России. Будет очередное общение президента с народом. Как вы знаете, он уже будет ограничено отсутствием журналистов, дабы не было никаких инцидентов. Слышали вы, что миллион шестьсот обращений поступило, но мы считаем, что такие обращения, кроме пиар, воздействия, реального воздействия на ситуацию в стране не оказывают. Почему? Потому что если вы структуру вопросов посмотрите, всех цоти общений, то вы увидите, что, к сожалению, структура вопросов не меняется, а усугубляется. Потому что вопросы многократно повторенные, они по-прежнему остаются теми же. Вторая тема. Ну, безусловно, там 10-15 человек, как в гостях у сказки, получат какие-то преференции. Третья тема. Вы знаете, что сегодня у нас будет бюджет рассматриваться на заседании Госдумы. И вы уже многократно слышали о том, что почти на 12% за счет в два раза больше, чем заложено в бюджете цены на нефть, фактически увеличивается доходная часть бюджета. Однако, как мы уже говорили, приход праволиберальной команды в четвертый раз к управлению Россией в полном составе опять приведет к стерилизации денег на Запад при колоссальной стагнации экономик. Если вы посмотрите, сегодня у нас продолжает иметь место огромная задолженность субъектов Российской Федерации, у которых есть 140 переданных с Федерации полномочий без обеспечения финансовыми мандатами. Имеется 500-миллиардная задолженность по госабаранзаказу. Имеются тысячи замороженных строек, куда вложены бюджетные деньги. Однако, правительство опять желает облагородить якобы врага во внутреннем эфире американскую экономику. Поэтому мы, безусловно, будем голосовать против этого, потому что мы считаем, что эта политика и так завела нас уже в яму. И в данной ситуации, без изменения подходов, без увеличения финансирования реальных обрабатывающих отраслей, ситуация в стране вряд ли будет изменяться. Тем более, что сегодня ваши коллеги на Вести 24 так интересно объяснили, почему надо повышать цены на бензин. Вы вдумайтесь, вам и нам рассказывают, что инфляция у нас якобы 2,5%. Но в то же время, за это время, цены на бензин выросли на 11,3%. Я вас спрашиваю, у нас хлеб, продукты питания, товары возятся на чем? На автомобильном транспорте, по большей части. Есть эта себестоимость? Как вы думаете, любой перевозчик, что будет себе в ущерб возить? Поэтому сказки о такой низкой инфляции, это просто сказки. Второй момент. Ваши коллеги не учитывают, что у нас просроченная задолженность по ипотечным кредитам и потребительским кредитам достигла уже 20%. А это ведь тоже серьезное обременение, ведущее к банкротству людей. Понимаете? Поэтому, с нашей точки зрения, есть такая параллельная жизнь Минфина и правительства, параллельно жизни всего общества. Среди других законов, а сегодня будет 93 законов повестки дня, мы уверены, что это тоже как бы из мира и реального, потому что больше 30 вряд ли можно рассмотреть, даже при наличии 118 статьи, а их всего 2. Но среди них есть два наших закона, которые мы считали бы правильным перенести. Вы слышали, что вчера по предложению ЛДПР, с нашей точки зрения необоснованного, был снят закон, который должен был докладывать Николай Васильевич Арефьев. В этом законе мы предлагаем переложить время нагрузки по установке прибора учета всем энергообеспечивающим, водообеспечивающим компаниям за их счет. Потому что, ну, вы знаете, что кроме роста цен на ЖКХ, у нас систематически энергоснабжающие организации устраивают замену приборов учета, которые стоят очень недешево и являются серьезным накладным расходом для значительной части наших граждан. Поэтому мы своим законом предлагаем возложить ответственность переустановки и замены прибора учета на энергообеспечивающие организации. И наш закон, он значительно шире, чем ЛДПРовский, и он не является альтернативой. Но они, как всегда, взяли часть нашего закона, и для того, чтобы рядышком рассказывать, что они тоже кого-то защищают. Ну и второй закон, такой многострадальный, он уже с 13-го года закон существует, о приравнивании участников операции «Анадырь». Эта операция была проведена, как вы помните, в 60-х годах, когда были переброшены наши соединения на Кубу. И это послужило, уже по мнению международных экспертов, как раз предотвращению ядерной войны. И мы считаем, что это не объективно, когда у нас, как бы, многие участники даже локальных конфликтов, типа участия в Таджикистане, там, в других местах, сегодня имеют льготы, а две тысячи оставшихся участников операции «Анадырь» пока таких льгот не имеют. Вот этот закон тоже мы предлагаем. Фракция наша всегда очень активно выступает перед журналистами. И мы ждем, безусловно, от вас, уважаемые коллеги, я сам когда-то был журналистами, работал, чтобы как можно объективнее освещались вот все события и деятельность нашей фракции. Здесь уже Николай Сей сказал, что мы будем голосовать против проекта федерального закона о безменениях бюджетных показателей, трехлетнего бюджета на 18-19-20-е годы. Кстати, нужно сказать, что правительство настолько не готово к сегодняшним всем прогнозным работам, что внесли изменения только по 18-му году. И за счет высоких цен на нефть, и за счет, по сути дела, слабого курса рубля, получается, что мы имеем дополнительные доходы, где-то 1 триллион 815 миллиардов рублей. Сумма, безусловно, она такая весомая. Из них нефтяные и газовые доходы, где-то 1 триллион 755 миллиардов, ну и порядка там 59 миллиардов, это не нефтегазовые доходы. Но они опять, как бы, получаются за счет, собственно, улучшения сбора НДС по системе федеральной налоговой службы. Вот мы, по сути дела, не соглашаемся с этими доходами фракции, и наш мотив в том состоит, что доходы могли бы значительно быть больше. С одной стороны, примерно только 1 треть нефтегазовых доходов мы завозим в страну, 2 третьих, вот по нынешним всем финансовым механизмам, они остаются за рубежом. Вот один резерв. Далее. У нас сегодня коррупция разве это до такой степени, что государственные вот эти заказы, по сути дела, так и по закону, где-то порядка 1,5 триллионов рублей, а не просто как бы административный ресурс, уходит на то, чтобы решать эти вопросы, но не сами проектные работы. В-третьих, более половины всех наших предприятий страны, при том самых доходообразующих, они официально зафиксированы, зарегистрированы за границей, а таким образом основная часть доходов опять остается там. Ну и в конечном итоге на таможенных, вывозных мероприятиях также одна треть примерно, она как бы теряется. И мы считаем, вот по нашим прогнозам, 20 шагов достойной жизни программы Грудинин на прошедших президентских выборах. Где-то не только 25 триллионов, но до 40-50 триллионов рублей такой резерв. Поэтому мы даже не только в расходной части, но и в доходной части сегодня, безусловно, вот по этим мотивам будем голосовать против. С точки зрения расходной, в стране сегодня доходы граждан уменьшились, спрос потребительский пал, и в конечном итоге экономически это стране абсолютно невыгодно, потому что мы и налоги достойно забирать не можем, а с другой стороны нет внутреннего спроса, то есть нет стимулов к тому, чтобы экономически развиваться в стране. Поэтому самое первое правило, что мы сегодня хотим сделать, и, кстати, мы выступали и говорили, что мы никогда, коммунисты фракции КПРФ, не согласимся с бюджетным правилом, потому что это правило ущербное, оно работает против интересов нашей Российской Федерации. Вот получается так, что у нас либеральная интеллигенция, она осталась, как бы говоря, представители правительства, либеральный взгляд. И либеральная идеология сегодня, по сути дела, работает против страны, потому что главная их идеология, главный принцип, не России, не народу России, а наоборот все отдать и реализовать в интересах глобальных монополий. И в итоге получается, что глобальные монополисты действительно, в соответствии с нашей работой правительства, имеют очень много, а Россия на этом теряет. И мы предлагаем таким образом, первое, бюджетные правила отменить, а, во-вторых, Николай Васильевич правильно сказал, упорно реальное производство промышленных предприятий мы сегодня могли бы вполне дать кредиты под 5%, и где-то на семьи, может быть, даже более лет. Поддержать сельское хозяйство, поддержать пенсионеров, поддержать бюджетников, потому что повышение зарплаты бюджетников и, в том числе, госслужащих, это есть тоже реальный шаг к тому, чтобы экономика наша заработала. Спасибо. Ну и хотелось бы вам напомнить, что сегодня американцы продолжают политику борьбы с так называемыми токсичными офшорами. Вы знаете, что сегодня под угрозой порядка 70 миллиардов евро, которые сегодня лежат на счетах кипрских банков. После посещения туда сотрудника Минфина США, сегодня идет, в общем-то, активная позиция по закрытию счетов и фактически отъему наших денег. Поэтому думайте и освещайте праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова